До 10 лет Лена была обычным здоровым ребенком. Училась на отлично, посещала музыкальную и художественную школу. Но в августе 2014 года жизнь поделилась на до и после. У Лены произошла тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, реанимация, кома, долгие месяцы лечения. Девочке пришлось заново учиться разговаривать, сидеть и ходить. Сейчас Леночке 13. Вот уже второй год она ходит в коррекционную школу, делает большие успехи на занятиях, участвует в различных конкурсах и олимпиадах. Недавно у нас был русский медвежонок в второй четверти. И я получила вот такую грамоту. За грамотой награждается Чулкина Лена, победитель игры конкурса русских медвежонок и заказнение для всех среди учащихся шестых классов образовательной организации. В школе ее любят и ценят. Эта девочка гордость класса. Я думаю, что Лена, попав в наш класс, принесла такую нотку бодрости, активности и задора. Я думаю, все ребята, кто общается с ней, очень благодарны за ее вот эти живые эмоции, которыми она не только сама обладает, но и делится сполна со всеми ребятами и со всеми людьми, кто ее окружает. И мы очень благодарны, что Лена учится в нашем классе. Мы многому у нее учимся. Она во многом ребятам подает пример. Не только в учебе, но и в каких-то жизненных ситуациях. Танцы и музыка для Лены – это источник вдохновения и хорошего настроения. Когда девочка приходит на занятия, она словно светлый лучик делится со всеми теплом, добротой и любовью. В студию инклюзивного театра «Танцы Бродвей» Лена ходит с октября прошлого года. Старательно выполняет все задания, получает хорошие результаты от занятий и удовольствие от общения с ребятами и хореографом. Но не только танцы привлекают эту девочку. Вообще, Леночка – очень творческая личность. Я пишу стихи и песни. Подбираю иногда мелодию, когда получается, а когда не совсем получается, подбираю с педагогом. Но все равно считается, как моя. Свои стихи Лена посвящает близким и всем тем, кто оставляет добрый след в ее чуткой душе. Когда я ее увидела впервые, я почему-то думала, что она у нее-то с рождения. Но когда я узнала ее настоящую историю, конечно, я была поражена очень-очень сильно. И тем больше хотелось показать, что жизнь продолжается, что не заканчивается ничего, что нужно дальше идти и танцевать, и достигать своих побед, вершин. И после первого занятия, она была на первом занятии, после первого занятия она пришла и подарила мне стихи, которые она сама сочинила. Вы вселяете надежду в тех, в ком ее не было давно. И обязательно вас ждет успех. Вы это заслужили безусловно. Ну это, конечно, как занимаясь такими детьми и читая такие строги, но меня до слез пробивает. То есть видишь смысл, видишь, ради чего вообще все это происходит. Сама же девочка, несмотря на свой юный возраст, мыслит уже по-взрослому, старается получать и отдавать только добро. Девизов по жизни как такового у меня нету, но есть одна цитата у меня, которую я очень люблю и стараюсь жить, следуя ей. Человек должен смотреть на человека сверху вниз, только когда поможет ему встать. Вот это мне помогает жить. Я стараюсь жить с этой цитатой. У этой светлой творческой девочки есть все шансы на полноценную жизнь. Но для этого ей необходимо попасть на курс реабилитации «Дети-ангелы», который запланирован на лето. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы поувереннее держалась на ногах. Координация все-таки пришла к нам. Мы надеемся, что это будет. Но мы возлагаем на это большие надежды. Вот именно на курс «Дети-ангелы». Подарим Леночке Чулкиной здоровое и счастливое завтра. Вы можете отправить смс-сообщение на номер 7715 с текстом «Дело». Затем через пробел написать сумму, которую вы готовы перечислить. Более подробную информацию о фонде и ближайших мероприятиях вы сможете получить на сайте подаризавтра.ру. Все выпуски проекта вы найдете на сайте ctc.ru.